МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Омске убрали 7 автобусных маршрутов, однако на пассажирах это никак не отразится. В департаменте транспорта прокомментировали новое постановление администрации города, которое затрагивает работу общественного транспорта. Так, согласно документу, из реестра убирают следующие автобусные маршруты. Номер 4, 19, 331, 343, 413, 445 и 20Н. По словам замдиректора Дептранса Игоря Кожухова, это лишь формальность. Большинство из перечисленных направлений примерно год существуют лишь на бумаге. А что касается остальных, например, маршрута 20Н. Его в январе текущего года сменил маршрут номер 20. На дороге под этим номером выходят автобусы среднего класса. Перевозка пассажиров осуществляется по регулируемому тарифу. Ряд обозначенных маршрутов, таких как 4, 19, 413 и 445, давно не функционирует. Многие уже более года. Сами перевозчики сочли их убыточными, свернули деятельность и сдали в департамент документы на право осуществления перевозок. Что касается маршрутов 331 и 343, то до 2022 года на них работали по два перевозчика, а теперь осталось по одному. Однако регулярные перевозки на маршрутах осуществляются в полном объеме, так как оставшимся перевозчикам увеличили количество автобусов. Также замдиректора Дептранса подробно рассказал о том, как обстоят дела с внедрением новой маршрутной сети. Предполагалось, что частный извоз перейдет на регулируемый тариф уже в этом году. Амичи смогут расплачиваться картами, а стоимость проезда будет одинаковой для всех. Однако заключение контрактов перенесли на 2023-й. Перевозчикам нужно время для того, чтобы сменить небольшие автобусы на более вместительные. Ведомстве отмечают, что внедрение новой маршрутной сети будет происходить поэтапно, по мере пополнения частниками автопарка. Первым маршрутом в новой модернизированной городской сети можно считать 20-й. Следующим станет 42-й, автобусы по которому будут курсировать от ПО Иртыш до улицы Бархатовой. Запустить этот маршрут планируют уже в апреле. Пассажиры РЖД больше не обязаны носить маски. Компания объявила на своем сайте и в телеграм-канале о снятии некоторых санитарных ограничений. Правда, гражданам стоит иметь в виду, что окончательно необходимость в средствах защиты не отпала. В официальном сообщении сказано, цитата, «отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бестро и в вагонах-ресторанах». Конец цитаты. Соблюдение масочного режима отныне носит рекомендательный характер, но сотрудников РЖД, которые контактируют с пассажирами, послаблений не касаются. Многие расценили заявление компании как полный отказ от масочного режима. Однако вскоре ситуацию прокомментировали специалисты управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. На объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции. При этом ношение масок по-прежнему остается обязательным, пояснили ведомстве, обратив внимание на то, что обычные вагоны в сообщении РЖД не фигурировали. Упоминались только вагоны-рестораны и бестро. Создавать ажиотаж недопустимо. Губернатор Александр Бурков провел заседание координационного штаба. Главный вопрос повестки – ситуация с продовольственными товарами и ценами на них. По данному блудправительства, сегодня в Омской области товары всех категорий есть в наличии. Запасов хватает. Исключение сахара. И причина тому необоснованно высокий спрос. Также горожане стремительно скупают крупы, муку и маслом. Тем временем сообщение о подозрительном росте цен на сахар направили в Федеральную антимонопольную службу и Минэкономразвития Российской Федерации. Александр Бурков предложил организовать проверки иногородних поставщиков на предмет задержек. Вопросом может заняться областная прокуратура. Сегодня, по информации областных чиновников, появились некие посредники, которые скупают товары оптом и перепродают по завышенным ценам, ссылаясь на высокий спрос и дефицит. Однако на деле ажиотаж создан искусственно, считают в правительстве. Главам районов губернатор порекомендовал оперативно обращаться в прокуратуру при выявлении подобных фактов. Также с жалобами работают Министерство региональной безопасности и антимонопольщики, а также Роспотребнадзор. Александр Бурков уверен, нельзя допускать паники среди населения. На рабочей встрече с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области Вадимом Кабаненко попросил руководителя ведомства взять на особый контроль ситуацию с ростом цен на рынке продовольствия. В первую очередь на сахар-песок. Каждый случай перебоев с поставками и завышения цен обязательно рассматривать на предмет возбуждения антимонопольных дел. Необходимо использовать все существующие механизмы воздействия на спекулянтов. Минсельхозу и Минэкономике губернатор поручил проработать проект создания сети госмагазинов как еще один способ избежать потребительской паники. Цены на социально значимые товары в таких торговых точках будут фиксированными. На подготовку ведомствам дали неделю. Главное, что предстоит решить за счет каких средств сеть будет поддерживать стоимость продуктов на стабильном уровне. Также на заседании координационного штаба одобрили идею возродить ярмарки выходного дня во всех районных центрах и самом Омске. Это, считают, в правительстве позволит привлечь на рынок больше фермеров и частных производителей. Три этажа, десятки ступеней. Непреодолимое расстояние, которое отделяет 16-летнего Андрея Душина от прогулок на свежем воздухе. А узкие дверные проемы ограничивают парня и в квартирном путешествии. Компьютер, планшет и телевизор – вот, пожалуй, все развлечения, которые сейчас доступны Андрею. У мальчика генетическая болезнь, при которой большинство мышц атрофируются. Мама парня Елена Фрикель вспоминает. Признаки заболевания проявились не сразу. Андрей рос, как все обычные дети. Вот только когда начал падать при ходьбе, с трудом поднимался обратно. В начальной школе Андрей пересел в инвалидное кресло. Тогда стало понятно, что комната в коммунальной квартире, которую Елена, бывший медицинский работник, получила 13 лет назад, оказалась совсем непригодной для проживания с больным ребенком. Амичка обратилась в администрацию города с просьбой предоставить новое жилье. До второго класса он еще своими ногами ходил. А уже зимой, когда ему нужно было идти в третью четверть, он уже не смог. Места нет. Ну, как бы в комнате еще более-менее, да, в коридор на кухню выехать уже проблематично. А про ванну вообще говорить невозможно. Там проемы узкие. То есть коляска в саму ванну не заходит. Мы его как бы таскаем сами. Мне в администрации на последней комиссии сказали, что мы вам дадим квартиру, но через суд. И мы пошли в суд. Позади уже три заседания. Елена пытается добиться от чиновников подходящего для ее сына жилья. Просто, чтобы его инвалидная коляска нормально проезжала на кухню, в ванную, комнату. А родители без труда смогли выйти с мальчиком на улицу. Как говорит мама мальчика, пока сын был маленьким, выносили на руках. Сейчас даже вдвоем с мужем вывести Андрея на прогулку задача не из легких. Проблем спустить нет. А вот подниматься тоже сложнее. То есть, если другой человек, который не ходит, но руки сильные, он может схватить и держаться. Андрей этого не может. Врачи долго не могли поставить Андрею диагноз. Требовались результаты дорогого генетического анализа. А у семьи не было денег на процедуру. Поэтому одно из судебных заседаний было проиграно. Но вот спустя пару лет экспертизу все же сделали. Диагноз поставили. А межведомственная комиссия обследовала помещение и вынесла свой вердикт. Жилье не оборудовано для жизни ребенка-инвалида. Кассационный суд встал на сторону Елены и обязал мэрию предоставить семье новую удобную квартиру, согласно требованиям законодательства. Как говорит амичка, по закону им с сыном положено порядка 60 квадратных метров. Помещение с широкими дверными проемами, пандусами в подъезде и лифтом. Тогда Елена и Михаил, отец Андрея, смогут наконец погулять с сыном на свежем воздухе. Это, конечно, будет выход прямой на улицу, сразу доступ будет первый этаж или какой этаж, лифт, это не важно. Доступ будет постоянный на улицу, выход, ну и перемещение, свобода доступа в ванну, например. В этой планировке все такое, только-только там, я бы где-то, может, один бы помог, ну, то есть посадил бы его. А так нам надо с Леной, потому что там не развернуться никак, мы вдвоем там кое-как заходим, протискаем все. Андрей находится на домашнем обучении. Говорит, больше всего в школьной программе интересует биология. Нравится изучать деревья и насекомых. Парень мечтает видеть их вживую гораздо чаще, чем на страницах книг. Впереди у девятиклассника итоговые экзамены. И пока он готовится к окончанию среднего школьного звена, Елена и Михаил находятся в ожидании новых, а главное, доступных квадратных метров. Впрочем, пока непонятно, насколько долгим будет ожидание лучшей жизни. Чтобы узнать, в какие сроки семья может получить долгожданные квадраты и на что вообще могут рассчитывать семьи, оказавшиеся в подобной ситуации, мы обратились в администрацию города. Телеканал Омск ТВ будет следить за развитием событий и вернется к теме, как только специалисты Департамента жилищной политики дадут свой ответ на запрос. В Омском магазине внезапно скончался 14-летний подросток. Следователи устанавливают обстоятельства его смерти. Проводится доследственная проверка. Известна предварительная картина событий. 21 марта около 16 часов в супермаркете на улице Звездова 14-летнему парню стало плохо. Несмотря на то, что медики оперативно приехали к месту ЧП, спасти подростка не удалось. Как выяснилось, у него было хроническое заболевание и острый коронарный синдром. Предполагается, что именно это и привело к смерти. Установить точную причину поможет суд медэкспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. В Омске четыре дня подряд фиксируют вредные выбросы. Региональная Минприроды сообщила о новых случаях загрязнения воздуха. 18 марта в Нефтяниках отмечено превышение в полтора раза ПДК сероуглерода, аммиака, оксида азота и диоксида азота. В этот же день данные с поста наблюдений на улице 10 лет октября показали почти двукратный избыток оксида азота. Более чем вдвое была превышена концентрация сероводорода. В Ленинском округе фиксировалось аномально высокое содержание взвешенных частиц. Сожители Кировского округа дышали оксидом азота. Загрязнение обнаружили и 19 марта. В центре города оксид азота. В Ленинском округе снова зашкаливали показатели по взвешенным частицам. Напомним, ранее 17 и 16 марта в Омском воздухе нашли трехкратное превышение содержания аммиака. В дело уже вмешалась прокуратура и поручила Росприроднадзору проверить жалобы о мячей. Информация о новых выбросах также передана в профильное ведомство. 120 миллионов рублей на дороге. В мэрии Омска обозначили планы на предстоящий дорожный сезон. В середину апреля управление дорожного хозяйства и благоустройства перейдет на летний режим содержания магистралей. Помимо федеральных проектов по комплексному ремонту дорог и благоустройству территорий, в Омске готовятся к традиционным точечным обновлениям. Так, из местной казны выделено 50 миллионов рублей на обустройство и ремонт 200 тротуаров. И еще 50 миллионов направят на ремонт межквартальных проездов. Средств хватит примерно на 100 участков. Сумма в 18 миллионов рублей позволит обустроить открытые ливневки на шести улицах частного сектора. Также в планах обеспечить безопасные подъезды к образовательным учреждениям. В этом году новые дорожные ограждения появятся у 82 школ. К 20 организациям и детским садам асфальтируют подъездные пути. Как повысить престиж профессии учитель? Один из первых и главных вопросов не только для участника форума «Горячие сердца», но и для Бибигуль Алимбаевой. Девушка работает учителем начальных классов уже 4 года. Этим летом у нее первый выпуск. К выбору специальности пришла осознанно. После педагогического колледжа устроилась в детский сад воспитателем. Параллельно поступила в профильный вуз и обучалась заочно. После выпуска пришла в 53 школу. Бибигуль уверяет, минусы есть в любой профессии. Однако, если это твое дело, остальное мелочи. Я сейчас больше, знаете, как агитатор. Я хочу, чтобы молодые педагоги приходили в школу, особенно в нашу. Потому что, ну, это действительно здорово. Если ты чувствуешь, что это твое, то, мне кажется, не важно, какая зарплата, важно то, что ты чувствуешь. Кстати, плюсы в профессии учителя тоже есть. Их немало, говорят молодые педагоги. Длинный отпуск, соцгарантии, льготная пенсия и, конечно, эмоции от общения с детьми. Однако на старте учителям порой сложно влиться в образовательный процесс, говорят эксперты. Многие не выдерживают нагрузки. Давит обилие бумажной работы. Если молодой педагог не знает, как правильно распределить время, как правильно себя распределить по разным направлениям деятельности, и он очень быстро может выгореть. И поэтому как раз-таки наши мастер-классы направлены на то, чтобы помочь ему определиться, где можно сделать наибольший упор, где наоборот можно сделать что-то попроще, полегче. Психологическое и моральное состояние молодых учителей – новое направление работы форума «Горячие сердца». Он стартовал в Омске в девятый раз. 130 педагогов со стажем работы не более трех лет встретились на одной площадке, чтобы познакомиться, обсудить важные аспекты работы и обменяться опытом решения проблем. Одна из самых актуальных – адаптация учебного процесса под обновленные образовательные стандарты 2022 года. Меняется не все, но такой ключевой момент будет вариативность получения образования. То есть для обучающихся школ будет такая большая вариативность, чем сейчас существует. Вплоть до того, что возможна разработка индивидуального учебного плана под конкретного ребенка. Обновленные стандарты позволяют педагогам активно внедрять в образовательный процесс современные технологии, использовать интерактивные доски, компьютерные программы и даже гаджеты для считывания QR-кодов с информацией по предметам. Таким образом ученики усваивают материал гораздо легче, говорят молодые специалисты. Их, конечно, это все завлекает, особенно работа с телефоном, работа с QR-кодами. И они с радостью выполняют разные задания. И тем более, если проверять повторные знания, то эта схема хорошо помогает. Сразу на QR-код навели, ответили на те вопросы, которые были на прошлом уроке. И я быстренько проверила, узнала кто, у кого что осталось. 735 молодых педагогов пополнили преподавательский состав умских школ в этом году. Однако этого недостаточно. По данным Департамента образования, в городе сейчас не хватает учителей иностранных языков, русского языка и литературы. Открыты вакансии учителей математики и начальных классов. Требуются педагоги дополнительного образования и логопеды-дефектологи. Соискателям стоит обратиться в Департамент образования, в отдел управления персоналом. Подробную информацию можно узнать по телефону 20 00 28.